И всем привет, ребят! С вами Мистер Байк и сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему бездонат-аккаунту 2.0. Сегодня вместе с вами мы продолжаем путь нашего аккаунта. Постараемся выполнить как можно больше миссий в рамках этой серии. Зафармить как можно больше контейнеров, потому что контейнеры сейчас как никогда нужны для получения новых вооружений на этом аккаунте. Ну и будем катать уже на новой имеющейся пушке, которую я честно говоря очень сильно хотел выбить для этого аккаунта. И она мне наконец-таки в предыдущей серии упала. Это пушка рельса. Ну и корпус Крусейдер, который я планировал реализовывать в рамках этого аккаунта. Мы сегодня вот эту вот замечательную комбинацию выкатим. Посмотрим, что у нас из этого получится. Посмотрим, упали ли мне уже какие-нибудь на эти вооружения устройства. Нет, устройств у меня вообще никаких абсолютно нету. Ну а вы, конечно же, ребятчики, если ждали этот видеоролик, обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте прожимать лайки. Каждые ваши 10 лайков это как минимум открытие одного контейнера. Плюс, плюс 123 лайка нам нужно, чтобы вышла следующая серия в рамках бездоната 2.0. На предыдущей серии у нас набралось, на мой запись этого видоса, 150 лайкозавров. Спасибо вам всем огромное за такие безумнейшие цифры. Ну и, конечно же, ребятчики, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас рокеры в аккаунте, установите ему личный такток темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполните форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего аккаунта и звания в целом. Мы уже на мастер-сержанте. У меня уже 24 тысячи опыта практически имеется. Фондов у нас повышенных нет. Но у нас есть безумно большое количество миссий. Как ежедневных, как недельных, так и супермиссий. Которые нам нужно постараться сегодня выполнить. Хотя бы несколько из них. И это было бы великолепно. Вот у нас есть TDM, есть здесь SPA-режимы. Да, заданочки, за которые можно заформить по одному контейнеру и по три звезды. Ну и плюс есть заданочки такие же самые, плюс-минус вот тут. Да, которые также можно заформить. И мы сегодня пикнем в тот режим, в котором, ну номинально, наверное, у меня большее количество возможностей. Да, получение дополнительных контейнеров. Я смотрю, что у меня здесь есть контроль точек. У меня здесь есть контроль точек. Соответственно, мы запикаем сейчас в режим контроля точек. А, подождите. У нас же есть еще дополнительная миссия в особых заданиях. Тогда мы можем, в принципе, наверное, даже запикаться в спец-режимчик. Только у меня что-то я нажал назад и повисла страница. Ну, как всегда, в принципе, в заданках у нас бывают такие приколы. Давайте тогда мы, наверное, зайдем в спец-режим. Да, а потом еще по-быстрому залетим в контроль точек. То есть у нас сегодня получится сыграть два режимчика, потому что там есть халявный ультраконтик. Халявный ультраконтик, я считаю, ну это тот предмет, который хотелось бы подлутать. Ну и здесь, если мы заформируем вместе с вами, сколько получается? Девять звезд, да, девять звезд нам надо получить. Мы получим еще один дополнительный контейнер. Плюс еще есть возможность у нас, конечно же, забрать контейнер здесь с магазина. Поэтому очень сильно надеюсь, что мы сегодня пятнашку как раз-таки тех самых необходимых контейнеров зафармим. Ну и откроем в надежде увидеть какой-нибудь вкуснейший дроп. 11 контейнеров у меня уже имеется. Ну и главное, чтобы меня сейчас закинуло на какую-нибудь хорошую карту. А хорошая карта у нас в новом режиме это Иран. Там есть Кунгур, есть Александровск, но вот Иран это просто, ну, высшего пилотажа и кайфа карта, на которой прям, ну, максимально комфортно играть. Особенно вот с таким вооружением, как Крусейдер Рельса. Я думаю, что можно будет очень крутую реализацию показывать. Главное, чтобы нас просто закинуло, потому что нас что-то уже на протяжении минуты в этот режим не бросает. То ли никто не играет на таких маленьких званиях в этом спецрежиме, хотя заданка же есть дополнительная. По идее, игроки должны быть заинтересованы в этом спецрежиме. Да, ну и плюс фармилочка там тоже очень вкусная. Гранаты есть, можно гранаты очень грамотно реализовывать на дополнительные киллы. Я в целом, ну, вообще считаю, что вот этот спецрежим с гранатами за последнее время это один из самых интересных спецрежимов, который был в нашей игре. Да, мне как-то он очень сильно зашел. И кто смотрит видосы, тот увидел, что у меня даже на одном аккаунте просто мне дали гранаты, да, добавили в виде припаса, да. То есть, чтобы я именно обозревал, тестировал. Возможно, никто мне по этому поводу вообще ничего не говорил, не писал. Кто мне такой вообще бонус дал, орех там дал, или кто там дал, не знаю, короче. Но в любом случае у меня вот появилась такая возможность реализации нового припаса. Но нас что-то как-то в спецрежим прям вообще не бросает. Уже дважды я перепикивал по минуте ожидания. Это как-то, ну, супер, наверное, долго. Давайте я поставлю видос на паузу, и как только меня закинет, мы сразу же продолжим. Спустя еще 5 минут ожидания меня все-таки запикивает, наконец-таки, на карту. И я сразу же понимаю, почему меня так долго не бросало в этот режим. Вы видите звание, на которое меня закинули в этом спецрежиме. И это, конечно, жесть. Но я первую рельсу даю в голову противнику на 1200 урона и сразу ваншочу оппонента. Вот это, конечно, контактик, который мы будем сейчас пробовать реализовывать. Рельса должна у нас супер жестко работать. Еще бы я бы на ней попадал, было бы вообще великолепно. Ой-ой-ой, гранатка, блин, залетела в голову жестко. Но звание это просто жесть. Это просто жесть. Да, наверное, просто в этом спецрежиме особо не играют мои звонки. Но запикиваться в такой режим и видеть такие звания, это, конечно, очень жестко. Также у нас в этом спецрежиме повышенный шанс выпадения золотых ящиков. Поэтому есть шанс у нас побороться и за голды. Теченочка вкусненькая уже летит справа. Но, по ощущениям, я до нее не успеваю доехать. Да, к сожалению, не успеваю доехать. Но, в целом, по рельсе, по киллам можно здесь очень вкусно поработать. Даже против таких больших званий будем стараться занимать позиционку грамотную здесь сверху. Ну и задача выиграть бой, плюс заработать 300 очков. Да, те самые заветные 300 очечий, чтобы залутать новые призы и выполнить эмиссии. Итак, гранатку закидываем наверх. Она, оказывается, у нас здесь не рабочая. ДДшка у меня откадешивается. Играем также под ОУДишку. Васпик будет выпушивать сейчас меня. Бомбочку ставит. Пытаюсь откатить. Блин, даже бомба просто с плэшом мне наносит настолько большое количество урона. Васпа фриз просто с шоковой заморозкой. Ну, старший леет, понятное дело, звание большое. Летает, здесь наваливает. И мы уже, кстати, начинаем проигрывать эту катку. Хоть начало катки было целиком и полностью за нашей командой. Но вот у меня сейчас будет скоро уже... Уууу, ваншот просто мне залетает в голову. Скоро у меня будет сейчас ОУДишка. Попробуем этот ОУДик реализовать. Здесь крайне сложно, я так понимаю, будет давать дополнительные очки. Критует рельса. Очень вкусно критует рельса. Ну и будем стараться именно отверху, здесь ждать оппонентов. И ловить какой-то тайминг на уничтожение. Голд у нас будет сейчас еще один сброшен. Так, Васпик поднимается наверх. Отличный, Сосулендру в свою голову он ловит. Так, я ищу точку голда. И я не вижу, где голд. Ага, голд у нас падает слева на мосту. Пробуем сливать оппонентов. Пробуем накидывать супермного дэмэджа. Хорошо, еще гранатку в голову. Но гранатка, к сожалению, не рабочая. Но все равно неплохо. По урону пока что очень хорошо держимся, даже если честно. Да, то есть если посмотреть на звонки, куда меня закинуло, то пока что моя комбинация себя реализует даже с промахами относительно неплохо. Относительно неплохо. Васпики тут, конечно, бомбы все закидывают по нашим респам. И начинают нас уже прям разваливать по жесткому. Но как будто бы я должен быть готов к такому матчмейкингу, да. И не должен удивляться ему. Все-таки, ну для меня, наверное, было удивлением только изначально, когда я только создавал этот аккаунт. Да, сейчас как будто бы уже даже удивляться нечем. Очень много противников в одной зонке. Бомба работает еще с гранаткой. Шикарный тайминг был под реализацию гранаты. Но я кинул ее вперед, она сработала единственная. Только под одного противника могло быть там побольше киллов. Но в целом даже один килл в такой ситуации это хороший результат. Стараемся прожимать дальше как можно больше припасов. Потому что есть у нас там заданки на как раз таки прожатие расходки. Ну и уже в минус 15 киллов мы начинаем улетать вместе с нашей командой. Здесь где-то я вообще 200 урона наношу. 70% овердрайва у меня уже есть. Васпик забирает здесь наш дропчик. Так, ну и гранатку. Как будто я могу вот такую, да, чисто под себя, под Васпика. Ууу, хорошо, шикарно сработало. Полторушечка в голову. Очень грамотно. Вот сейчас вот припасом воспользовался. Ну и, а что мне остается делать, да. То есть вот гранаты как раз таки это одна из возможностей слития оппонента, когда у тебя нету хороших прокачек вооружений. Ну и плюс еще против таких противников шикарно работает сосуля. Да, то есть 2000 урона на добавочку тоже залетает очень и очень приятненько. То есть это вот как раз таки две возможности, которыми я могу воспользоваться для реализации своего вооружения. Мы уже минус 20 начинаем улетать. Попробуем сейчас дать здесь по шафту, который стоит открыто на мосту. Ну и как будто бы можно выпушить вверх и поймать тайминг на прожатие сосулендрочки. Учитывая тот факт, что сейчас будет у нас где-то падать золотой ящик, было бы очень неплохо увидеть точку и под эту точку дать сосулендру на газ. На газ в пол. Так, а голд у нас падает слева, понял. Голд падает у нас слева. Противники все тут, тиммейты, пучкуются. Так, ну и там есть два противника. Не стал я давать сосулендрочку, хотя, если честно, тайминг был довольно таки неплохой на газ, но у нас практически сразу еще один голдосик сейчас будет. Так, и вот эту точку бы очень сильно хотелось бы найти за голдом. Так, здесь третий урон пытается по мне накидывать урон. Плюс он минки тут поставил. Пытаюсь дать просто гранатку вперед, хотя можно было бы дать, наверное, под этого викинга. Так, ну и я держу очень долго овердрайв. Пора его реализовывать. Пора реализовывать. Хочу найти какой-то вкусный тайминг, но чаще всего, когда ты пытаешься найти как раз таки этот тайминг, ты его не находишь, и твой овердрайв просто держится крайне-крайне долго без возможности его реализации. Поэтому нужно постараться сейчас быстренько найти противничка, под которого можно подраздать грязучки. О, хорошее пробитие. На танке противника было. Так, ну и здесь еще по викинга молоту можно тоже прикудать. И еще один золотой ящик у нас будет сейчас на карте. Очень круто вообще, что здесь есть повышенный вот этот шанс выпадения голдов. Единственное, только я не вижу точки. Точка голда. Точка голда. Точка голда. Не видно ее вообще от слова совсем. Где-то, наверное, здесь он и падает. Да, вот он. Вот этот голд. И мы даем хорошую сосулендру по трем танкам противника. Даже можно было чуть подождать. Я бы еще дал бы пожестче эту сосулю. Может быть даже в прямого танка противника в кого-то бы попал бы. А так только по 500 урона нанес троим оппонентам. Ну и у нас тут прям супер турбо сливная катка. Я так смотрю, да. То есть мне бы здесь успеть набить 300 очков. Потому что у меня 255. И у нас уже у противника 120 килов. Блин, нифига здесь жестики на кризисах летают. Но мы даже кризиса можем поймать. Здесь можем гранатку добавить. Вот такую вкусную. И можем еще под противника вот такую вот... Оу, дишечку вкусненькую прожать. Хорошо, 355. А чечи со сулендры дают 2 килла. И 2 килла даю еще... А нет, 1 килл даю еще с гранаты. Блин, ну вот это шикарная реализация момента. Ну только так. Только так я могу реализовать свою комбинацию. Когда меня закидывает настолько большим званием. Но я считаю, что вот когда ты на такой звонке можешь конкурировать с такими противниками. То это очень дорогого стоит. Вы просто посмотрите на их ГС. То есть там есть типы, у которых по 7000 ГС. У меня фуловый брут и МК-1 вооружение. Да, и при этом у меня счет 15 на 8. Да, я считаю, что это шикарнейший результат. И просто все, что нам остается, это выкачивать эту комбинацию. Да, потому что это супер рабочая комба. Которая даже против таких больших званий показывает настолько хорошую конкурентоспособность. Да, правда мы уже в 40 киллов летим. Но это уже больше командная темка. Пытаюсь закинуть гранатку. Чисто под оппонента. Туда вниз. Хорошо, шикарно залетает. Боже, что это за Иван гранатомет? Просто лютый развал какой-то у нас залетает. Три килла противнику остается. Я заданку, кстати, уже свою выполнил. Которую хотел выполнить. Ну и, к сожалению, только лишь поражение залетает у нас в рамках этого боя. Но мы на этом не заканчиваем. Мы сегодня сыграем еще контроль точек. Как я и говорил. Это тот режим, который нам сегодня необходимо сыграть. Дабы выполнить еще как можно больше заданок. Плюс с особых у нас сейчас есть возможность еще подултать. Здесь дополнительные призы. Только у меня вот долгая загрузка. Это значит, что меня уже запикивает в катку. Ну и будем пробовать сейчас все это дело реализовывать. Закидывать на шикарнейшую карту. И как раз таки с плюс-минус моими звонками. Это очень хорошо. Трибьютик. Надеюсь, что сделаем здесь досрочку. Чтобы у нас не так долго все это дело затягивалось. Есть здесь штаб-сержанты, которые у нас играют уже имея премиум аккаунт. Ну это, наверное, тот премиум аккаунт, который на три дня дается халявный с обучения. Но как будто бы его на таких маленьких званиях юзать без повышенных фондов. Это такая ошибочная тема. Так, появляются у нас наконец-таки точки. Ну и пробуем захватывать. Мне надо набить 600 очков в рамках этого боя. Чтобы выполнить как можно больше заданок. Ну и рельса, боже, сколько она урона наносит скрыта. Здесь можно сквозную поймать. Но, к сожалению, противник чуть откатывается. Ну и стараемся прожать как можно больше припасов. Плюс подбирать дроповые припасы. Потому что у нас там есть супермиссия с прожатием каждого припаса по 50. Да, то есть наша задача стараться как раз таки их, эти припасы, реализовать максимально по грамотному. Молот пытается наносить по мне урон, но у него просто нет урона. У него нет урона. Дефолтный баг прорабатывает у нас. И я только не понял, почему у меня урон с рельса не прошел. У меня просто по хантеру не проходит урон. Что за прикол? Почему у меня по хантеру не проходит урон? У меня сначала по нему прошел урон, потом просто берет и не проходит урон на рельсе. Странно. Максимально странно. Так, по паладину. Хорошую тычку на 800 даем. Здесь у нас уже гранат нету. Так, ну и по викингу здесь тоже даем. С крита, конечно, урончик залетает прям мега вкусный. Пробуем сейчас раскрутиться здесь. По викинга фризу даем. Но меня здесь добирают довольно-таки быстро. 12 точек у нас уже имеется. Пока что по контролю точек у нас все боль-моль в порядке. Только вот единственное сейчас противник у нас забирает наши точечки. Ну и было бы очень неплохо, если бы мы хотя бы еще одну точку захватили. 85% овердрайва у меня уже накопилось. Так, добиваем здесь Крусейдера. Ну и пробуем забрать точку. Отличный тайминг как раз-таки под это все дело. Сливаем еще шафта. И забираем точку. По очкам пока что все идет не супер великолепно. Оудишка появляется у нас здесь снизу. Сосулендеру пытается выдать по мне противник. Но мы от нее уворачиваемся. Вижу я овердрайв. Ага. Который снизу. Но, к сожалению, тороплюсь. Даю. Хотя хороший все равно овердрайв. По троим. Да, даю по троим оудишку. Даю еще по 600. Ой, по 300 урона. Викинга Фриз здесь будет сейчас на меня выкатывать. Будем пробовать от него убегать. Ну и... Нет, к сожалению, я все равно от него не убегу. А, нет. Кто-то его сливает. Васпика бомбочка его сливает. Шикарно. Подстраховала меня Васпика бомбочка. Так, три точки у нас есть в контролинге. Ну и задача теперь просто давать еще больше плотную накидочку. 20% овердрайва у меня. Надо будет попробовать законтролить оверку снизу. Ну и по ощущениям мы должны здесь выходить на досрочку. Поэтому задача набрать как минимум хотя бы 300 очков. Да, если уж 600 я не успею набрать. То хотя бы 300 очков здесь набрать мне прям кровь из носу нужно. Блин, как же я ловил тайминг на этого паладина. Знал, что он будет сейчас выкатывать здесь на эту зону. Но, к сожалению, не попал четко в цель. Хотя можно было бы его тоже здесь унести. Противник чуть так раскручивается. И не могу я никак попасть. Здесь по страйкеру можно дать вкуснейшую тычку на 1300. Сливаем его. Но очки как-то очень тяжело идут, если честно. Да, как будто бы МК-1 рельса еще не дает прям такого супер плотного контента. Ну, либо я просто не реализую максимум своей комбинации. Этот вариант я тоже оставляю возможным. 1300 урона залетает у нас по Крусейдеру. Хороший урон, честно говоря. Очень хороший урон по 1300, когда ты можешь наносить стыки. Это за два выстрела я могу просто слить здесь Крусейдера. Шафт стоит и держит меня на прицеле. По паладину. Или всех, к сожалению, здесь я не попадаю. Ну и шафт. Упею ли я ему дать в голову? Да, успеваю. Еще успеваю скрыться с места преступления, так сказать. Так, еще 1300 на навальчик. Еще прожималого. Здесь будет 1000 урона. Аптечку свою реализуем. Но Викинга Фриз в меня здесь на плотничках въезжает. Сосулендру дает наш тиммейт. О, вернее, противник. Так, на точку акцентировать. Внимание, ребята, тут не хотят. Есть здесь Васпа Фриз. Ой, Викинга Фриз, который тоже довольно много здесь на накидку делает. Так, ну а мы стараемся здесь чуть-чуть пожить. И найти тайминг для прожатия овердрайва. Ух ты, нифига себе здесь жесткие звонки залетают. Отвечу, ребята. Какие майоры. Какие майоры, ребяточки. Даем Сосулендрочку вот такую по Крусейдеру. Шекарная на 2000 урона залетает. Но вот здесь вот такие жойстики. Это, конечно, очень неприятно, честно вам скажу. Когда я вижу вот такую Викинга Жигу, то как-то грустновато становится. Но я не понимаю, почему сквозные не проходят. Я уже сколько рельс дал, да, и все эти рельсы должны залетать сквозными. Но они просто-напросто не залетают. Падает овердрайв снизу. Контролим этот ОУДИ-шечник. 175 очков у меня до сих пор. Нужно поймать какой-нибудь тайминг на прям жесткий врыв. Да, потому что иначе... Иначе у меня здесь есть шанс, что я не успею просто-напросто набить нужное количество очков. С разворота даем по Викингу. Офигеть. Я его не ваншотаю. Я просто не ваншотаю Викинга. Я 2000 урона ему даю Сосулендры. И я просто не могу слить типа. Офигеть. Это жесть. Я просто его не могу слить. Так, здесь Хантера. Рафт у нас неплохо становится под нас. Ещё рельса так перезаряжается долго. Непонятно в моменте, когда у меня есть выстрел. Я просто несколько раз даже щёлкаю. И у меня нет проходки урона. Так, Шарелла залетает от вражеского ареса. Она ещё и с лагом каким-то залетает. Так, ну у нас 70 точек. У нас есть возможность здесь сделать ту самую заветную досрочку. О, кстати, противник меняет свой страйкер на рельсу. Наверное, его немножко взбесила моя рельса. Он решил переодеться. Ой, шикарная миночка критует по викинга фризу. Вот это тоже одна из возможностей, как вы можете реализовать своё вооружение, когда у вас просто залетает вкуснейший крит с мины. И вы можете унести противника. 240 очков у меня, правда, только. 50% овердрайва. Задача как можно быстрее сейчас добить этот овердрайв сосулендрочка. Опять я уворачиваюсь от неё. Опять мне противник не успевает выдать демаджа. Ещё по Хантеру неплохая тыка залетает. 265 очков. 35 очков мне остаётся. Добить. И остаётся у нас 10 точек. 10 точек. Вика Жига здесь очень жёсткая. Вкатывает опять в наши респы. И я, честно говоря, даже уже немножко боюсь этого типа. Потому что не знаю, сколько у него ГС. У него 5000 ГС. Но по ощущениям, как будто у него, я не знаю, там, фуловое вооружение просто. Просто фуловое вооружение. Очень много урона он наносит. И по итогу мы заканчиваем катку. Только я не добиваю заданку. Я не добиваю заданку, но очень много миссий выполняю при этом всём деле. Поэтому наша задача сейчас добить. Сколько там надо опыта нам добить? Нам чуть-чуть не хватило. Прям самую малость нам не хватило опыта. Самую малость мне не хватило опыта. Это сколько? Командный бой я выполнил. Мне надо ЦП. 20. 20 очков. Просто 20 очков. Попробуем добить или нет? А, хотя ладно. Давайте уже не будем добивать. Это всё-таки недельные заданки. Я думаю, что в рамках следующего видеоролика нам удастся всё это дело реализовать. Целых два боя, ребяточки, мы сыграли. И вы видите, насколько большое количество сразу призов и контейнеров мы дополнительных подлутали. Здесь один контейнер есть. Здесь у нас есть один ультра контик. Здесь появляется ещё возможность забрать за звёзды приз. Здесь ещё три контейнера сверху. Ну и я считаю, что это шикарно. Это шикарно. Посмотрим, что у нас здесь по заданкам. Может быть даже будет возможность у меня подлутать где-то 15 ультра. А и реально есть такая возможность. Мне только надо заработать 4000 кристаллов за два дня. За два дня. То есть за сегодня и завтра мне надо заработать 4000 кристаллов. И у меня будет возможность получить 15 ультра контейнеров. Считаю, что 15 ультра это было бы прям очень комфортно и приятно. Ну и по расходке здесь тоже довольно много припасов у нас получилось прожать. Есть возможность и припасики тоже реализовать и получить здесь дополнительно ещё 15 ультра. Поэтому надо постараться. И я думаю, что можно будет тогда заформить прям супер много дополнительных призов. И потом открыть эти ультра контейнеры. Жалко, конечно, что вооружения у нас с ультра контов не падают новые. Но в целом выглядит это всё всё равно очень и очень круто. Ну и всё. Давайте приступать к открытию контейнеров. У нас уже довольно долго затянулся этот видеоролик. 16 контов у нас есть здесь. И здесь есть у нас один ультра конт. Открываем один единственный ультра контейнер. Смотрим на дроп. Падает 100 брони. Круто. Очень круто. Прям не хватало. Там 100 бронечки. Ну и открываем 15 контейнеров. Смотрим на дроп. Надеемся на новые предметы. Магнум падает. И падают краски. Блин, ну какой магнум, ребяточки. Мне этот магнум... Супер камули падает на смоку. Ну, мне и на смоку устройства, если честно, не нужны. И магнум падает с синего свечения. Когда мне нужен был с синего свечения, тот самый заветный арес. Сейчас арес... Ну, даже если бы хоппер бы упал, наверное, было бы норм. Но хоппер мне не нужен. А вот арес мне очень сильно необходим. И также у нас остается еще целых 5 вооружений в зеленом свечении. Здесь есть гром, здесь есть шафт, которых у меня нет. Здесь есть фриз, которого у меня нет. Все эти три пушки мне тоже очень-очень сильно необходимо выбить. Но до сих пор мне это просто-напросто не падает. У меня уже мастер-сержант. А я до сих пор не могу выбить вот такие вооружения на своем аккаунте. И это, конечно, максимально-максимально грустно. Этот один контейнер мы оставляем для следующей пятнашки. Надеюсь, что мне по пятнашечке удастся в ближайшее время зафармить как можно больше. Ну и по звездам вы видите, насколько сильно мы продвинулись. Я хотел залутать приз с одиннадцатого. Как раз-таки уровня. А получается, мы уже практически дошли даже до тринадцатого. То есть, есть возможность еще и здесь тоже формилочку очень жесткую навязать. Пишите все свои мысли в комментариях. Обязательно поддержьте данный видос лайками, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и не забывайте, что 123 лайка это именно та цифра, которая будет заветной для записи новой серийки в рамках бездоната 2.0. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.